Привет, Коля! Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о Петре Первом? Как думаешь, почему он решил построить новую столицу на болотах, а не в более благоприятном для этого месте? Спасибо! Петр Первый пытался построить столицу на юге, кстати, пытался на юг прорубиться, но через Черное море к Европе трудно добраться. Азовские походы тому подтверждение, поэтому он решил пойти северным путем. Нева была выбрана не случайно. Там находилась крепость Орешек и еще Ивангородище, которые были отняты у нас по итогу войны. Я все детство, когда вот история была, я думал, ну какой он назвал крепость Орешек? Ну это просто какой-то рофл идиотом, закрепившийся в веках. Крепость Орешек. Да над нами, наверное, ухахатывались все, кто мимо проплывал. Я скажу так, это крепкий, как Орешек. Крепкий, как Орешек. Да какой нахуй, чувак, блядь, это Орешек, все видели Орешки, блядь, они, это Орех. Знаете, что такое Орех? Это вот антоним, нахуй, крепости, блядь. Грецкий Орех трудно расколоть. Да это хуета какая-то, которую белки едят, Коля. Белки, блядь, Орехи как-то раскалывают, ебаные. Кокос это тоже Орех, он очень большой, очень твердый, его трудно расколоть тоже. Да пиздец, крепость Орешек, блядь. Нужно было назвать, типа, крепость, блядь, рука бога или что-нибудь такое, нахуй. Крепость Твердыня, блядь, что-нибудь такое. Крепость хуй возьмешь, турок ебаный, блядь. Или что-нибудь такое Орешек, нахуй. Ой, ебать, Орешек, Нат, нахуй, ебтая. Нат Фортрес, блядь, ты пиздец, говнище, блядь. Но, тем не менее, Петр Первый решил построить столицу именно там, в Неве, потому как это был наиболее короткий путь для Балтики, чтобы выйти на территорию, скажем, близкую к Европе, торговли по Балтике. И он рассчитал, что от Москвы это будет довольно быстро добраться, это был путь, рассчитанный от Москвы, чтобы быстро товары, услуги обменивались друг с другом. Где еще ближе, если провести циркулем по карте, от Москвы самое близкое место к воде, ну, я имею в виду большой воде, в смысле морей, будет Санкт-Петербург. Место, где было Ниво, Нева, ну, вот то самое место, где находится болото. Кстати, раньше то самое место, по которому Петр Первый ходил, это вот субстанция песочно-глинистая, называлась няша. Я иду по няше, и она чавкает. Няша это вот это вот чавкающая под подошвами почва, которая находится прямо вот перед самим выходом к Балтийскому морю. Петр Первый утопал. Все прям с такими приколами на пикабу, Коль. Да, классный прикол, я считаю. Классный прикол, черт возьми. И он, я думаю, что вот так было. Я ведь студент Санкт-Петербургского университета, я знаю. Он так и показывал, видимо. Вот здесь будет построен град Петров, а там дальше в самых ебенях будут общаги для студентов, чтобы им жизнь медом не казалась. Я вот чувствую именно такое выбор. А там крепость Яблочко, блядь. Да, там, наверное, была бы крепость Яблочко. Петергов Петр построил прямо у Балтийской косы, чтобы наблюдать. Ему понравилось место. Он еще не думал, как это построить. Ему понравилось, просто понравилось. И тут должен был выйти человек, который должен сказать, государь, это болото. Это болото. А Петр бы обмазывался этим и говорил, господи, какой офигенный город мы сделаем. Да, через пять лет я жду, чтобы он был лучшим городом на земле. Чтобы, когда я вернулся, все тут было. И оставил там... Слушай, ну сделал же в итоге, а. Да, сделал. Большими жертвами, но он сделал это. Он сделал это город. Лишний раз убеждаюсь, что лирический герой песни Олега Газманова говорил мне, хан, не ходи за бархан, на бархане цветы не растут. Говорил мне, хан, но я очень упрямый, в песках мои розы цветут. Это действительно правдивая история, жизненная, так сказать. То есть, блядь. Вам говорят, что нельзя строить город на болоте? Нахуй правила. Будьте бунтарем, блядь. Строите город на ебаном болоте. Мне нравится это сравнение. Почему нет? Как будто бы цветок в пустыне. Он все равно, невзирая на все правила. Через четыре года. Кто они такие, чтобы ломать ваши мечты, когда вы Петр Первый, блядь? Ебаните город хоть в воде, блядь. Мое мнение, блядь. Иначе какой смысл быть царем, если не творить вообще хуйню? Я бы построил столицу под водой, блядь. Чтоб никто не взял, блядь, ёпта. Вот такая хуйня, блядь. Приходит Наполеон. А где столица? Под водой, нахуй. Они все, все эти, блядь. Лестницы скрутили, убрали, блядь. Тоннель завалили и сидят там, блядь. Мы дождемся, пока у них закончится кислород. Мой император. А там трубки, нахуй, под всю Русь проведены, блядь. Все нормально, блядь. И подводная, блядь, ферма, нахуй, эти. Рис жрем. Кстати, Петр хотел превратить наш Петербург, немного не в то, что сейчас он стал, немного не в том, в котором сейчас мы видим. Он хотел превратить его в северную Венецию. То есть, по городу должны быть прорыты еще каналы, еще много каналов, больше каналов. Он почти что пытался его утопить, как Венецию, искусственным образом. Чтобы там были везде каналы, везде бы плавали люди. Он сознательно не решился строить мосты, не перекидывать мост на Васильевский остров. Чтобы они плавали, чтобы люди учились быть мореходами. Он хотел создать нацию мореходов. Как Петр подчистую пиздит концепцию целого города, так он, нахуй, герой России, блядь, и вообще, блядь, легенда. А как я спиздил парашютку из Икеи, так я плагиатор ебаный. Ох, общество. В большой политике нет плагиаторов. Он хотел быть таким. Он действительно хотел нашу страну. Это единственное отличие такое интересное. Он хотел превратить нас не в какую-то региональную морскую державу. Он реально, блин, хотел превратить нас в что-то подобие Англии. Чтобы мы были мировой морской державой. Держава, которая много сотен лет не выходила к морю, будет мировой морской державой. Вот насколько он сумасшедшим был. Да, но, наверное, только сумасшедший может добиться в этом успеха. Я вот так бы сказал. А это все гиперкомпенсация какая-то. Я бы все-таки город под водой построил.